В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В Ненинском округе выздоровели 23 пациента, перенесших коронавирусную инфекцию. В их числе 19 человек с Варандея и 4 гражданина, получавшие лечение в специализированном отделении Ненинской окружной больницы. 1 сентября 2020 года ученики должны пойти в новую школу в микрорайоне авиаторов. Такое заявление сделал Юрий Бездудный в ходе рабочей поездки на объект. Выполнение подрядчиком обозначенных сроков при углове региона будет контролировать лично. Последняя встреча с детством в Заполярье стартовала череда последних звонков. В нашем эфире репортаж с торжественной линейки 11-х классников 4-й городской школы. В минувшие выходные в Ненинском округе выздоровели 23 пациента, перенесших коронавирусную инфекцию. В их числе 19 человек с Варандея, которые получили лечение амбулаторно на территории месторождения. Еще 4 человека, получившие лечение в специализированном отделении Ненинской окружной больницы. Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как пояснили в профильном ведомстве и статистике, исключен случай, по которому ранее 5 июня проводилось дообследование. Это житель поселка Искателей, который ранее прошел курс лечения от коронавирусной инфекции в Архангельске и был выписан по выздоровлению домой. Перед госпитализацией в Ненинскую окружную больницу, по случаю обострения своего основного заболевания, ему в плановом порядке был снова взят мазок, который оказался положительным. Было проведено дополнительное обследование, в ходе которого заболевание COVID-19 не подтвердилось, пояснили в профильном ведомстве. На сегодняшний день лечение в стационарных и амбулаторных условиях проходит 20 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. В специализированных отделениях Ненинской окружной больницы 14 человек. Один пациент с Варанде продолжает лечиться в стационаре Усинской центральной районной больницы. Пять пациентов получают лечение на Харягинском месторождении. На самоизоляции в домашних условиях в Наринмаре и поселке Искателей находится 439 человек. В обсерваторе 10. С начала пандемии снято с контроля 1 253 человека. 64 за прошедшие сутки. На территории Великовисточного сельсовета отменен режим чрезвычайной ситуации. В связи со снижением уровня воды ниже критической отметки. И выходом значительной части территории населенных пунктов муниципального образования и зоны подтопления. Соответствующее постановление администрации муниципалитетов вступило в силу накануне 7 июня. Согласно постановлению на территории Великовисточного сельсовета, со вчерашнего дня действует режим повышенной готовности. Продолжается мониторинг обстановки и уровня воды в Печоре. Как сообщает Главное управление МЧС России по Ненецкому округу, по состоянию на 7 июня уровень воды на Печоре в районе села Великовисточного составил 824 сантиметра. Минус 6 сантиметров за 12 часов. Освобождение от воды большей частью территории по временному водомерному посту Великовисточное произойдет 10 июня. Выход территории из разливов к 20 июня. В Оксино уровень воды на отметке 718 сантиметров, минус 5 сантиметров за 12 часов. В Наринмаре 518 сантиметров, спад на 5 сантиметров. По состоянию на 7 июня в четырех населенных пунктах за сутки от воды освободились 21 преддомовая территория. 13 домов, один социально значимый объект. Остается подтопленным 113 преддомовых территорий, 33 жилых дома, 14 социально значимых объектов, из которых два не функционируют. Четыре участка автодорог местного значения. 10 июня состоится 27-я сессия собраний депутатов Ненинского округа. Заседание будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Север» и в режиме онлайн на официальных сайтах регионального парламента и Ненинской телерадиовещательной кампании. Сегодня депутаты приняли участие в прецессионном комитете. В рамках заседания окружные законодатели рассмотрели более 20 вопросов, в их числе исполнение окружного бюджета за 2019 год и внесение изменений в окружной закон о бюджетном процессе в Ненинском округе. Руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненинского округа Алексей Меринов рассказал об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год. Еще один вопрос касался награждения жителей округа региональными наградами и званиями. Речь идет о медалях за особые заслуги перед Ненинским округом и родительская слава Ненинского округа, а также присвоение почетного звания почетный гражданин Ненинского округа. На заседании комитета заместитель губернатора Ненецкого округа Наталья Сидорова представила публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг окружными организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Ряд вопросов касался передачи отдельных полномочий с регионального на муниципальный уровень. Традиционно депутаты рассмотрели федеральные инициативы коллег из законодательных собраний других регионов. В ходе комитета стало известно, что на сессии выступит с обращением в Рио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Окончательная повестка сессии будет утверждена Палатой законодательных предположений. Напомню, прямую трансляцию 27-й сессии собраний депутатов Ненецкого округа 28-го созыва можно посмотреть на телеканале «Север» в режиме онлайн на официальных сайтах собрания и Ненецкой ТРК. Начало трансляции в 10 часов утра 10 июня. Не размачиваешь? Впрочем, работы затянулись и водоснабжение было восстановлено только после 12 часов дня. Как отметила директор ПОКИТС Наталья Бетхер, система водоснабжения за свои более 40 лет существования ни разу капитально не ремонтировалась. У нас неоднократно, я уже повторяла, система водоснабжения в аварийном состоянии. Она у нас проложена всего в одну нитку, хотя по всем нормативным правилам должны в паре идти две нитки водовода. Одна нитка должна отключаться на ремонт, а вторая работать. У нас со дня строительства водоводов такого нет. И не было возможности во многих местах спустить воду с системы. Вот она у нас опустошалась целых пять часов ночью. Только после этого мы смогли приступить к работам. Вот, естественно, и работы задержались. Из-за ремонтных работ сегодня была приостановлена работа дежурных детских садов. Ромашка, солнышко, теремок, радуга и корабли. Они попали в зону отключения водоснабжения. В адрес ПОКИТС буквально обрушился шквал телефонных звонков от недовольных горожан. Как сообщается на сайте ПОКИТС, следующее отключение водоснабжения в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду запланировано на 18 и 19 июня с 9 утра до 13 часов дня. На этот раз в зону отключения попадут жилые дома номер 32 и 34 по улице Первомайская, а также детский сад «Родничок». 1 сентября 2020 года ученики должны пойти в новую школу в микрорайоне авиаторов. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный в ходе рабочей поездки на объект. Выполнение подрядчиком обозначенных сроков в Рио главы региона будет контролировать лично. Об этом глава региона сообщил региональным журналистам после осмотра объекта. По итогам рабочего выезда он также дал ряд поручений профильным окружным ведомствам. Алина Ваучейская, продолжите. Более 27 тысяч квадратных метров. Такова общая площадь самой современной школы в российской Арктике. Образовательный комплекс, состоящий из четырех корпусов, автогородка и спортивные площадки, должны были сдать еще в ноябре прошлого года. Однако, как сообщил представитель подрядчика, из-за изменения норм пожарной охраны сигнализации и системы видеонаблюдения пришлось корректировать проект и закупать новое оборудование. На сегодняшний день заканчиваем благоустройство территории, останется только озеленение. И по внутренним работам осталась пожарная охрана сигнализации, которая закуплена и в ближайшее время будет здесь доставлена. Я думаю, к концу месяца будет здесь. В ходе рабочей поездки на социальный объект, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный, осмотрел корпуса школы. Вместе с представителями департаментов образовательного и строительного блоков проверяющие оценили внутреннюю отделку учебных классов, актового и спортивного залов, а также столовую. Здесь уже все готово к монтажу оборудования. Подводя итоги визита, Юрий Бездудный резюмировал. Все работы на объекте должны быть завершены в срок до 20 июля. Коллеги, самый главный социальный объект. 1 сентября дети должны пойти в школу. Чтобы 1 сентября дети пошли в школу, все работы строительные и по благоустройству должны быть закончены к 20 июля. Нам нужно лицензироваться, нам нужно установить оборудование. 20 июля. Все работы должны быть закончены. Теперь, что касается оборудования. Со слов вице-губернатора Натальи Сидоровой, школа будет оснащена по самым современным требованиям. Ожидается поставка интерактивного оборудования, в том числе для центра «Точка роста», «Кванториума» и центра одаренных детей «Сириус». На сегодняшний день в школу уже доставлена часть мебели для специалистов и библиотеки, а также интерактивные доски. На сегодняшний момент в школе проводятся конкурентные процедуры. На оборудование выделено нам 127 миллионов рублей. На сегодняшний момент законтрактовано 105 миллионов. В рамках контрактов будет школа оснащена по самым современным требованиям. В ближайшее время будут проведены торги на поставку кресел и экрана для актового зала. Также предстоит провести аукционы на поставку учебных пособий, кабинета химии и физики, а также части мебели. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартовала череда последних звонков. По многолетней традиции линейки для выпускников должны были пройти 25 мая. Но пандемия коронавируса внесла коррективы, и для каждой школы был назначен свой день, позже привычных сроков. 8 июня последняя встреча с детством прошла у 11-классников 4-й городской школы. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Косички, банты и слезы украдкой. В доме Радюкиных с самого утра идет подготовка к торжественной линейке. Выпускница 11-го класса Карина признается, что часы до последнего звонка вызывают противоречивые чувства. Ведь школьные годы для нее – это особенный период в жизни, который никогда больше не повторится. Очень волнительно и радостно, и немного грустно, потому что 11 лет жизни в любимой школе, в родном городе уезжаю. С друзьями придется прощаться. Ну и вроде как новый этап, новая жизнь, новые эмоции, новые знакомства. Во дворе школы номер 4 играют знакомые всем школьные песни. В выпускнике выстроились в линейку с букетами в руках рядом со своими одноклассниками и учителями. В глазах родителей, стоящих поодаль, читается еле заметная грусть. Их дети стали совсем взрослыми. Ну эмоции, знаете, смешанные. И вроде как и жалко, и уже как бы хочется во взрослую жизнь. Ребенок у меня готов. Ну конечно, жалко, что говорить, потому что она отдала 11 лет этой школе. От звонка за звонка, скажем, 11 лет учебы на отлично. Так что, ну, что поделать, такова жизнь. Все были когда-то? Да, все мы были когда-то школьниками, потом учились в институте. Но у меня еще младший есть, так что еще 8 лет мне с этой школой быть. За 11 школьных лет у каждого выпускника случилась своя особенная маленькая жизнь. Кроме полученных знаний по предметам, ребята учились общаться, находили верных друзей, влюблялись. Самое яркое впечатление о школе – это последние два года, когда я нашла много новых друзей и знакомств. Очень многие ребята пришли из других школ. И на самом деле я очень грущу, потому что не очень хочу заканчивать школу. Это для меня просто самое родное место, самое любимое. Я очень сильно привязалась к учителям, к одноклассникам. И мне правда сегодня немного грустно, но и весело. Атмосфера праздника стоит просто замечательная. Некоторые из ребят признаются, что им немного не хватило времени, чтобы закончить школу с отметками выше или чтобы вдоволь насладиться ощущением детства. Вся эта школьная атмосфера, вся эта эмоция эти тяжело будет терять, конечно. Честно говоря, я стараюсь ни о чем не жалеть. Но есть, конечно, такие пары моментов, которые я бы хотел поменять в своей жизни, естественно, в школьной жизни. К примеру, почаще бы заниматься. Но что сделать, время прошло. Меня ждет новый жизненный этап, так же, как и всех моих одноклассников, в принципе, всех выпускников, к которым я готов. И буду двигаться по жизни дальше, только вперед. Впереди у ребят пора экзаменов. Волнение перед поступлением выбранные учебные заведения. Наступит новый этап в их жизни. Пройдет время. Но свой последний школьный звонок каждый из них будет помнить всегда. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Полиция на страже здоровья несовершеннолетних. В эти дни в Наринмаре проходит серия рейдов «Выпускник-2020». Наряду с полицейскими участие в них принимают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, социальные работники и педагоги. Основная цель – профилактика и пресечение употребления подростками алкоголя. В один из таких рейдов отправилась наша съемочная группа. Слово Ольге Русул. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних Роман Парыгин проводит профилактические беседы с молодежью. Рейды «Выпускник-2020» начались на территории Наринмара с 5 июня одновременно с праздниками последних звонков. Надеюсь, что вы даже не пробовали и нет у вас интереса к данным обиткам. Мы напоминаем о Кабинанском часе. С лета у нас в каких часов нужно гулять? До 11. Ну, именно летний период с 1 июня до конца августа. До 11 часов. Обычно такие профилактические мероприятия проходят на территории города в мае. Но в этом году в связи с ухудшением эпидемической обстановки рейды перенесли и растянули по времени, так как школьные линейки состоятся до 11 июня. В мероприятии задействованы сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, участковых, уполномоченных полиции, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних, образовательных организаций, социальной защиты населения и добровольные народные дружинники. По результатам первых рейдов несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было. Но, как я уже сказал ранее, это мероприятие будет проводиться по 11 июня. Патрулирование улиц и зеленой зоны Нарьинмара проходит в несколько этапов с 5 часов вечера и до полуночи. Комиссия по делам несовершеннолетних уже информацию разместила в сети интернет и также в других изданиях. Но и в настоящий момент, что мы видим, что несовершеннолетних, как я сказал, уже выявлено не было по результатам первых рейдов. Вместе с полицией за поведением выпускников во время праздничных мероприятий следят и педагоги. Да, конечно же, непосредственно вот эти рейды такие нужны, потому что мы выявляем нарушителей в первую очередь. Соответственно, если есть ребята, которые у нас еще обучаются в школе, мы ставим их на внутришкольный учет и как бы себе для будущего, для работы с ними прорабатываем все эти истории. В эти выходные рейд прошел без происшествий. Ни одного подростка или компания выпускников в нетрезвом состоянии на городских улицах и в пригородной зоне отмечено не было. Напомним, что рейды продлятся до 11 июня. Ольга Руссул, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Водоемы и бассейны реки Печоры оценят на перспективность для аквакультуры. В частности, планируется разработать рыбоводно-биологическое обоснование для использования озер Молодежное, Харитонова и Матервисочное. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета. Проведение работ обусловлено тем, что состояние запасов рыбы, сеговых пород в реках Ненинского округа в настоящий момент оценивается как неудовлетворительное. С 70-х, 80-х годов прошлого столетия запасы сеговых пород рыб в Ненинском округе значительно снизились. Такая неутешительная статистика связана с целым рядом негативных факторов. От незаконного вылова рыбы до активизации промышленного производства. Все это привело к тому, что в водоемах доминирующее положение заняли серые породы рыб. В этих условиях важнейшее значение приобретает искусственное воспроизводство рыбы, включая их товарное выращивание. Создание рыбоводных участков на озерах Молодежное, Харитонова и Матервисочное могло бы решить эту проблему и помочь стабильно обеспечивать жителей города Наримар рыбоводной продукцией. Исследуемые озера были выбраны из-за близкого расположения к городу и перспективности. Для этого были собраны различные экспертные оценки и мнения Общественного совета при Департаменте природных ресурсов. Средства на проведение работ выделены из федерального бюджета. Мы как департамент реализуем федеральные полномочия в области организации, охраны и регулирования водных биологических объектов, ресурсов. На эти цели из федерального бюджета нам доводятся субвенции. И за последние годы мы увеличили объем этих субвенций со 140 тысяч рублей до 540 тысяч рублей. Это существенный прирост. Эти деньги мы можем раскладывать в том числе на исследования в области рыбоводно-биологических обоснований. Как раз такие исследования мы сейчас законтрактовали. В рамках контрактов, которые выиграла компания из Краснодара, к ноябрю текущего года планируется получить результаты о формировании рыбоводных участков на трех озерах. После будет решаться вопрос, каким образом реализовать процесс восполнения сеговых пород рыб. Мария Даник, Антон Водряков, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является официальный дилер «Тойота-центр Архангельск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова